привет друзья с вами юрий тик так мир не так давно мы с вами делали обзор на модель seiko sarx 041 это был просто-напросто заядлый такой трехстрелочник то есть без каких-то усложнений ну кроме даты конечно же и сегодня модель по сути продолжает оформление sarx 041 появились они в одно время примерно в 2016 году в начале после базеля и вот приехали наконец-таки ко мне вместе будем смотреть знакомиться что за такая моделька sarv 025 с некоторыми интересными усложнениями смотрите стоимость составляет 90 тысяч японских йен что примерно 45 50 тысяч российских рублей ну или примерно порядка 850 долларов американских давайте начинать моделька стальная ремешок здесь кожаный это крокодил не теленок кстати говоря что в общем-то хорошо на самом деле потому что теленка ставит очень много куда а крокодил как известно дороже да престижней на и носится наверное все-таки получше на модельки seiko sarv 025 мы с вами видим белый циферблат он реально белый но в некоторых моментах том числе на некоторых фотографиях он кажется молочным на самом деле он белый и в некотором освещении да он может казаться молочным но когда вы будете покупать и выбирать часы имейте ввиду что он все-таки белый без каких-то оттенков молочного он просто белый на модели seiko sarv 025 интересный циферблат вы можете видеть для ширине она в некоторой степени напоминает такую елочку и возможно именно из этих наклонных вот черточек геляши так называемого получается эффект матового циферблата стрелки синие как всегда у seiko они очень темно-синие и в основном только при свете они синие как правило они выглядят черными надписи арабские буквы это все краска 12 тоже краска времена ford здесь отсутствует полностью на 9 часах вы видите указатель запаса хода механизм 6 r27 имеет индикацию даты в виде дополнительного циферблата и индикация даты стрелочная задняя крышка вы видите прозрачная служебная информация все как всегда здесь как обычно у нас харликса это не сапфир спереди да сапфир и он немного выпуклый совсем слегка но отражение вы видите преломление он немного выпуклый и так механизм как я уже сказал 6 r27 почему-то он маркируется еще буквой b что это очень сложно сказать скорее всего только часовой мастер сможет ответить на этот вопрос и скорее всего только часовой мастер в компании seiko и так запас хода здесь порядка 49 часов камней 29 рубиновых и эти часы намного интереснее чем часы на 6 r15 хотя сам механизм это производная от 6 r15 да и вообще цифра 6 именно класс часовых механизмов seiko определяет то есть шестерка это некий класс есть восьмерка есть семерка есть четверка и в этом классе примерно должны быть механизмы одинаковые но механизм 6 r27 он все-таки получше поинтересней опять же сложнее сделано усложнений больше на этих же рубиновых камней больше значит износ деталей будет меньше давайте закончим с корпусом он практически весь глянцевый заводная головка с логотипом буквы с это seiko левая боковинка глянцевая безель глянцевый и задняя сторона тоже практически вся глянцевая сатина здесь друзья практически нет вот только на дужках совсем совсем чуть-чуть и опять же напомню ремешок из кожи крокодила и застежка клипса это очень удобно современная хорошая застежка кстати подобно застежка отдельно стоит порядка трех тысяч рублей если кому вообще интересна эта информация ноги 17 сантиметров чисто сидят хорошо это не удивительно размеры у часов нормальные человеческие диаметр стекла составляет 34 с половиной миллиметра безель 39 миллиметра со всеми выступами 43 7 высота часов 47 с половиной толщина 14 не маленькая но механизм сложный поэтому толщина побольше плюс немного выпуклое сафировое стекло и вес порядка 100 грамм что для часов на ремне тоже в общем то немало на ремне как правило часы весят от 50 до 80 грамм но сами по себе часики просто тяжелые друзья плавно подходим к концу краткое резюме часы выдались неплохие за свои деньги вполне красивые качественные механизм хороший ремень хороший отделка корпуса не сказать что блестящая но по классическому в общем то хорошая заводная головка здесь конечно же без резьбы то есть просто выдвигаем и все на два щелчка авто и ручной завод здесь присутствует насколько эффективен автоподзавод сказать не могу но ручной заводит часы очень быстро вы можете видеть как стрелочка указателя запаса хода уже практически на половине хотя я откручу но секунд 15-20 то есть завести часы не проблема как на руке заводится нужно только носить и уже узнавать но как обычно восьмичасовый рабочий день ваши часы заведет сто процентов полностью и вам хватит еще на 50 часов чтобы часы лежали их не носили если вы часы носите то они у вас не остановится в течение рабочей недели ребят на этом все спасибо за внимание будем дальше записывать обзоры механических сейк готовится модели саркс 045 сари 081 075 будет интересно не переключайтесь оставайтесь с нами подписывайтесь на канал хорошего настроения всем спасибо носить хорошие часы всем пока подписывайтесь на канал хорошего настроения